За святую Русь Я вылечил смертельную астму, я ее буквально выжег, поставив на грань гибели организма. Мороз, заплыв, с трудом возвращаюсь к берегу, сносит сильно течение, босичком бегу по морозу к своей одежде, стуча зубами, не преувеличиваю, я не ухарь, который, ух, какой это, сверхчеловек. Стуча зубами, одеваюсь, то есть, растираюсь, одеваюсь, кое-как, поначалу ума не было, ходил туда, одежда была с пуговицами, а потом с застывшими намертво пальцами руки-ног возвращался домой. Ну, правда, испытывал эйфорию сильнейшую, когда преодолевал в себе вот эти вот слабости человеческие и знал, что да, я знал случаи, когда не спасали тонущих только потому, что вода холодная. И я сказал себе, железо, если кто-то будет тонуть, для тебя спустиво будет, это тот же самый заплыв, вот, и не более того, и никакого риска для здоровья, даже насморка не заработаю. Насколько это повышает самооценку. Значит, вот если не сверхчеловек, то, по крайней мере, мужчина. Вот. И вот, значит, после этого, вы думаете, я вас призову, да, я спасся от смертельной астмы, я на десятки лет, почти на 30 лет забыл, что такое бронхит, вот, и только когда сердце начало сдавать, риск остановки сердца в воде заставил меня на 65-м году жизни прекратить моржевание. Вот. Я не призываю всех лезть в воду. Я сказал, в крайнем случае, если и так речь идет о жизни и смерти, тогда можно рискнуть жизнью, потому что, по принципу, хуже не будет. Вот, как в том анекдоте, вы отдадите жизнь за Родину? Отдам. Правда? А почему? А зачем мне такая жизнь? Вот так кончался один анекдот про это. Не скажу про что. Так вот, значит, всех не призываю, в крайнем случае призываю, и я вынужден этот разговор продолжить по одной простой причине. Может быть, кого-то это спасет жизнь. Дело в том, что и без всякого призыва, скажем, годом растет мода, в крещенские морозы лезть в воду. Вот. В случае, когда люди, залезая в воду, погибают, это может быть тромбообразование или остановка сердца, вот эти два основных причины, они крайне редки. Вот, среди моржей вообще их, я не знаю ни одного случая. Но морж, он морально и физически подготовленный человек. Даже если ему, вот, недавно показывали, то ли 80, то ли 85 лет, пожилой мужчина залазил в погреб, юбилей отмечал, вот, и ничего, нормально поплавал в проруби. Но это крайний случай. С возрастом риски разрастает. И вот немолодая учительница, наша Савиногорская, умерла, у нее оторвался тромб, чего-то перекрыл. Это были крещенские праздники, крещенские морозы. Поэтому я вынужден сказать, что давайте на всякий случай, ну, в общем, вы поняли, половина крещенских морозов лезут после принятия алкоголя, вторая половина без алкоголя, но все равно как ухари. Просто разеваются и лезут? Неправильно. Вот. Физически, психологически, особенно очень легко зайти в ледяную воду, если вы согреетесь. Я смотрел, как другие, я же не один, у нас была первая волна наших этих, мы объединились в небольшую стайку, человек 10, это был первый клуб моржей. У нас не было ничего, кроме берега, покрытого снегом или льдом. То, как хотел, то, как умел. Вот разденется, допустим, кто из нас покрепче? Я-то не был крепок на мороз. Вот. Привычным не был. Кто покрепче, то сперва разденется, умудряется еще и зарядку сделать на берегу, а потом лезет и еще и улыбается. Вот. Я же быстренько поначалу раздевался, тоже пробовал делать зарядку. Ну, быстренько-быстренько, но мороз же. Вот. А потом лез в воду, по принципу, быстрее отмучиться. Вот правда? Именно такие мысли. Никакого ухарства. Вот. Вылазил, стуча зубами, дрожащими руками растирался, быстренько одевался и тогда только думал, ну, слава богу, это испытание позади. Вот. Проходило два дня. Мне Константинович пошли купаться. Я проклинаю себя за трусость. Отказывался редко, а чаще соглашался и снова шел купаться. Потом перестал уже, это психологический барьер был пройден. Вот. Но тогда мне было 35. Чего было бояться-то? Сердце железное, по горам с рюкзаком, как мальчишка бегал, имея полуторный вес против нормального. Вот. Сердце... Не боялся я. И вот, значит, я туда придумал сам себе, как надо заходить в воду. Надо зарядку делать, разогреваться, но в одежде. Причем во всей одежде, включая телогрейка ли это, шуба ли это, вот, теплое пальто ли это. Ну, полностью одеты в ботинках теплых, даже лучше в валенках. Вы знаете, как делал? Я подъезжал, это, и сразу переобувался в валенке. То есть я снимал ботинки, одевал валенки, и дальше... Вот. Почему валенки? Чем хороши? Я их быстро скидывал, когда надо в воду, и, выходя из воды, прям мокрые ноги, сразу сувал валенки. Вот. Потом я процесс совершенствовал. Тогда, чтобы был максимальный комфорт. Вот еще раз говорю, я мерз отчаянно. А здоровье-то, оно, это, все-таки не купишь, как я сейчас понимаю. Я знаю людей, которые сотни тысяч рублей тратят на аптеку. Сотни тысяч. И я что-то не замечаю, чтобы они здоровее становились. Но они никогда не были моржами. И вот, значит, как это получалось. Постепенно совершенствовал. Итак, зарядка полностью в одежде. Причем, что интересно, в одежде я делаю маховые движения. Руками, ногами, изгибания, наклоны. Все, что только в голову взбредет, в течение нескольких минут. И я, наконец, чувствую, я перегрет. И оказывается, о чудо, когда организм перегрет, спокойно снимаешь с себя эту одежду. Заметьте, перегрет, хотя считается, что спотевший перегрет, у человека опасно лезть в воду. Ничего подобного. Когда быстренько, а уже умный, уже без пуговиц. А на мне свитер, на нем пуговиц нет. На мне пару треков вместо брюк, которых обязательно на брюках испугаются. Вот. На мне валенки, заметьте. Я все это скидываю за доли секунд. Ну, можно даже соревноваться в этом деле. Или потренироваться. И это самое. Поначалу я еще хитрил. Я, знаете, как в воду заходил. А там острые камни. Вот. А все лезли почему-то босиком. А там был шанс, даже был случай, когда бутылки битые. Вот. А я в толстых-толстых носках. И чуть-чуть теплее, да. И уже смело наступал в носках и не чувствовал острых камней. Вот. Уже травматизм виден. Толстыми носками пенил. И прямо в теплых носках я залезал в воду. Это был мой личный, остальные босиком. А я все-таки еще морж был сопливый, юный. Ну, вот. Я лез в воду. Потом мы заплыв делали небольшой, там 30-40 метров отплывали. А потом поворачивали. И уже на берег, уже как эти самые, как ошпаренные. Потому что очень холодная вода. С ноября-декабря 0 градусов. И льдинки плавают. Так вот. Это не завязающий Несей, но он полный нуль. Температура воды. И вот, значит, выскакиваешь. И что? Вот тут еще один мой. То есть первый главный принцип. Это все-таки перегрев в одежде. И тогда запросто входишь в воду, перегретый. Совершенно не боясь ледяной воды. Это было мое личное изобретение. Одежда, чтобы быстро сбрасывалось, нечего. Это другие любят походить по берегу. Мускулами поиграть. Но это уже профессиональные моржи. Им все по барабану. А я представляю как бы собой новичков. И учу новичков. Выскочил из воды. Что я делал? Опять мне предстояла длинная процедура. Растереться. Какое-то время находиться голым. А я уже синий. Поначалу. Ну, потом я стал как все. Ну, поймите. Каждый должен пройти первичную обработку, что ли. Так можно выразиться. И вот, значит, я выхожу на берег. И быстро, за доли секунды, ноги вставляю в валенки. Так. Дальше. На голову, на мокрую, одеваю шапку. Так. И на мокрое тело накидываю халат. И только я это делаю, в валенке халат. И это все. У меня зубы перестают стучать. Я распрямляю грудь. И теперь уже эту грудь начинаю растирать спереди полотенцем. До красна. Не спеша. Мне уютно, комфортно. Ну, что, скажите, что я это самое. Как я упростил процесс. Вот и все. Потом спокойно одеваешься. Чувствуешь себя бодрым, свежим. До следующего купания. Обычно это через день. Три раза в неделю у нас была норма. Вот. Вот видите, как все просто. И при этом травматизм не исключен, но сведен, по крайней мере, к минимуму. Ну, еще раз говорю, моржевание – состояние души. Для большинства людей моржевание неприемлемо, а у них не хватает для этого энергии. Мы моржи – это… А! Во! Первая из нашей волны моржей – это человек 10, половина пошло в экстрасенсы. И это не случайно. Потому что человек, который лезет в воду, казалось бы, не испытывая особого комфорта, и чувствуя, что она очень холодная, потребность в этом существует. Я знаю на себе. Я не хотел лежать бы мне утилизера на боку. Ноги шли сами. Руки меня одевали. Ноги меня несли на берег, хотя я знал, что впереди тяжкое испытание. Для меня было предельное. В начале на выживание, то есть я себе, еще раз говорю, спас жизнь. 100%. То есть в 35 лет я это, до потери сознания кашлял, это самое, у меня парализовало легкие. То что меня ждало? Вы видите на фотографии? Это у меня 60. Вот он, полный здравия. Еще раз говорю, я не призываю всех идти в моржи. Морж особое состояние, люди даже знают, что у них избыток энергии. Вот, наверное, на этом я сегодняшнюю тему целительства закончу. У меня еще много таких будет рассказов. Вот, я надеюсь, что этим я вас заманиваю, чтобы вы дальше смотрели такие мои фильмы. Сам себе режиссер. И пойдем посмотрим, что же тут еще есть. Вот, еще, еще, еще. Вот, посмотрели на мою цветущую физиономию 60-летнюю мужчину.